Часто говорят, что злость и раздражение, полученные в одном месте, обязательно нужно выместить в другом. Как бы восстановить равновесие. Многие даже считают, что это полезно для здоровья. Но правда ли это? Действительно ли наш мозг – это переполненный кипящий чайник? Обычно нам кажется, что мы – это только наше сознание. Рациональный компьютер, который управляет телом. А эмоции только изредка посещают сознание, так же, как мысли. Но в последнее время ученые понимают, что в большинстве ситуаций именно тело принимает решения и формирует наше поведение. А сознание плетется вслед за ним и подбирает для эмоций рациональное объяснение. Это первобытные отделы мозга. Наш внутренний зверь-выживальщик, который миллионы лет вел нас по жизни, берег от опасностей и награждал за правильное поведение. Он запоминает наши эмоции. Что вызвало у нас удовольствие, а что принесло дискомфорт. Из этих запомнившихся эмоций создается целая картина мира, в которой все правильно именно для нас. Такой механизм работает гораздо быстрее, чем сознание. Нам не нужно рассуждать, чтобы распознать знакомых людей или родной дом. Из таких же эмоциональных восприятий складываются и более абстрактные вещи. Уверенность в будущем и ощущение справедливости. Но что если ситуация вокруг внезапно перестает соответствовать нашей идеальной эмоциональной картине? Мы испытываем злость, страх или растерянность. При этом не важно, на самом деле нам угрожает опасность или нет. Наш внутренний зверь-выживальщик берет контроль на себя и всячески глушит сознание. Но проблема в том, что зверь умеет только убегать и драться. А большинство проблем в нашей жизни совершенно не решаются этими способами. Отсюда и идея о том, что злость можно выместить. Ведь наше сознание мыслит историями, сюжетами. После А должно быть Б. После начала, середина и конец. По сути мы все время чувствуем себя персонажем внутри собственного фильма. А в фильмах драматическое напряжение всегда нарастает. В самый эмоциональный момент наступает катарсис. То есть очищение через переживания. История разрешается. Вот почему нам кажется, что если направить злость в правильное русло, можно немедленно исправить проблему. Это работало для первобытного человека при встрече с медведем. Работает это и в фильме, который идет полтора часа. Но в нашей жизни все иначе. Поступки, совершенные на пике эмоций, почти никогда не приносят пользы. А то и создают новые неприятности. Недаром вспыльчивым людям советуют сосчитать до десяти или несколько раз глубоко подышать, прежде чем что-то сказать или сделать. Но самое главное. Подогревать себе злость и выплескивать ее наружу вовсе не помогает стать добрее или расслабиться. Ведь при этом мы просто подстегиваем внутреннего зверя. А хуже всего то, что при этом мы создаем новую эмоциональную связь. Она соединяет вместе агрессию и удовольствие. Ученые даже проверили это с помощью лекарства под названием брометол. На самом деле брометол – это простая витаминка. Но ученые говорили подопытным, что эта таблетка замораживает ту эмоцию, которую человек испытывает в момент наступления эффекта от лекарства и не позволяет ей выплеснуться. После этого они провели сложный эксперимент. Создали у подопытных ощущение, что за стеной очень неприятный и злой человек. И позволили наказывать его за ошибки мерзким звуком. При этом половину из них убедили, что вымещать злость полезно. А другую половину – что это бесполезно, вредно и вообще не работает. Так вот, оказалось, что брометол полностью менял поведение людей. Те, кто поверил в пользу вымещения злости, но не принимал выдуманное лекарство, наказывали партнера вовсю, чтобы снять раздражение. А вот если думали, что брометол все равно не даст им выместить злобу, они просто успокаивались и вели себя мирно. Получается, что можно обойтись и без вымещения злости. Так как же бороться со злостью? Очень просто. Попробуйте поставить себя на место другого и посмотреть на ситуацию с его точки зрения. Ведь если мы способны понять и принять незнакомые явления непривычных людей, то они не вызывают у нас стресса, и мы можем действовать рационально. Получается, что когда мы очень долго злимся и раздражаемся, мы просто уходим с головой в свой собственный фантастический фильм. И только позволив злости утихнуть, мы способны трезво взглянуть на ситуацию и принять здравые решения. А чтобы успокоиться, можно заняться физическим трудом. Пропылесосить ковер, поработать в саду, прогуляться, поплавать в бассейне или просто принять душ. Продолжение следует... Продолжение следует...